здравствуйте уважаемые профессионалы и любители шашечной игры сегодня посмотрел партию двух любителей они разыграли гамбит кукуева и мне удалось найти очень красивые варианты которые я хочу с вами поделиться судите сами cd4 fg5 белые ставят печок dc5 бой 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 черное временно жертвует шашку gf4 и нападают сразу же на 2 cb6 разыгран дебют гамбит кукуева белые правильно отдают cd6 остальное хуже и теперь создается парадоксальная ситуация то есть гамбитных позициях мы всегда играем своим сильным правым флангом то есть обычно мы играем левым флангом а тут наоборот правом смотрите hg3 b5 gf4 ab6 fg3 cb4 gh4 pc7 gf2 fe7 вот до этого момента оба шашиста играли очень грамотно белые сыграли fe3 и черные здесь сыграли ba3 далее белые сыграли bc3 и здесь черные ошиблись правильно было меняться назад gf6 ну и постепенно черные достигают ничей по ним у них понятно здесь позиция хуже но не чаще возможно в партии же черные ошиблись они сыграли и f6 и как ни странно этот ход уже проигрывает белый сыграли в партии cd4 это тоже ошибка правильно надо было играть еды 4 и здесь во всех вариантах у белых выигрыш у черных есть два хода fg5 и d7 давайте рассмотрим оба после d7 белые проводят красивую комбинацию которая впервые случилась партии двух ленинградских шашистов ветеранов дмитрия коршунова и евгения тюнева можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых белые начинают и выигрывают ходом dc5 теперь в какую бы сторону черные не побили мы все равно бьем именно на поле c3 ну и далее черные бьют мы отдаем еще одну шашку затем пропускаем черных дамки и эту дамку тут же ловим ну и белые здесь легко выигрывают то есть видите шашка е1 держит шашку а5 а дамка легко справляется с тремя шашками черных например а b4 и d2 b3 dc3 hg5 fg3 ну и на любой ход уходим вверх и будем ходить по полям b8 и c7 здесь у черных мечей нет второй вариант вместо хода d7 можно разменяться черным вот таким образом но здесь у белых также простой выигрыш не однажды здесь вот этот простой выигрыш наш показал шашист из одессы александр большое спасибо ему просто ставим дамку на b8 приходится отходить gh2 и играем скромно еф2 то есть видите грозит размен fg3 поэтому черные обязаны поставить дамку здесь просто играем d5 ну и как бы черные не били их дамка ловится например может сюда пойти даже и белые легко побеждают партии же после хода и f6 черные белые ошиблись сыграли cd4 и черные снова ошиблись сыграли d7 а вот в этой позиции оказывается уже черные могли победить смотрите переверну позицию чтоб было интереснее смотрите в этой позиции правильно было играть не d7 а а b4 и после этого хода у черных везде выигрыш смотрите на ход а b2 мы проводим удар то есть отдаем одну шашку забираем две в итоге остаемся с лишней шашкой здесь постепенно черные выигрывают белых нет шансов на ничего на ход dc3 есть тоже несложный выигрыш отдаем шашку bc5 и бьем на придамочное поле надо идти тогда отдаем еще одну шашку и нападаем сзади ну и тут два хода либо cd6 играть либо cd4 после cd4 играем dc7 грозим отдать одну шашку и побить две поэтому приходится играть fe5 тогда меняемся же f6 назад ну и допустим на ход cd2 уже играем меняемся вот таким образом ну и на ход d3 еще раз меняемся dc5 ой ну и легко побеждаем если же в этой позиции белые допустим отходили бы на поле d6 тогда нападаем сзади эти шашки очень уязвимы после нападения с тыла но после того как белые закрываются просто меняемся назад ну и белым может здесь смело сдаться рассмотрели ход а b2 и dc3 после хода и f2 черные проводят очень красивую комбинацию я кстати до этого момента не знал не видел такой комбинации если кто знает откуда она может быть известна в теории напишите я лично ее не знал можете поставить видео на паузу и попытаться найти очень красивый выигрыш уже за черную черные начинают ходом fg5 отдаем одну шашку и затем делают очень неожиданный ход а b2 такое даже в голову не придет честно говоря но в какую бы сторону белые не били у них проигрыш если они бьют три шашки мы тогда отдаем еще одну шашку cd6 и красиво объем смотрите 6 шашек соперника здесь легко выиграны эндшпиль тут проблем нет если же белые бьют две шашки в этой позиции тогда играем cd6 ну и снова куда бы белые не побили у них проиграна ну понятно так бить совсем плохо не интересно лучше уж побить так тут какие-то шансы хоть посопротивляться хотя бы есть тогда снова бьем уже пять шашек можно поле b8 побить после хода а b6 играем hg5 то есть видите нельзя ловить дамку в петлю так как черные отдают шашку и выигрывают одна на одну под белых они проигрывают если же белые не ловят черных допустим играют b7 тогда и ведем шашку h8 ну и допустим на ход cd2 отстроим колоночку g6 ну и тут как бы черные белые не играли у них везде проиграно то есть на ход е d4 уже можно просто пойти допустим на h2 ну и белым никогда не поставить дамку а если белый игра допустим dc3 тогда уже здесь меняемся gf4 ну и на ход cd4 играем fg3 рано или поздно белым придется отдать шашку и поставить дамку тогда просто эта дамка ловится и черные побеждают вот такой красивый выигрыш был у черных черные не нашли этот выигрыш после хода cd4 и сыграли de7 белые играют ab2 здесь друзья снова у белых был выигрыш вот череда ошибок просто вот непонятно на самом деле то ли в шашки играли то ли в поддавки сколько это уже пятая ошибка смотрите у белых был выигрыш надо было сыграть dc5 и снова как бы черные не били у них проигрыш похожая комбинация мы сегодня уже видели из партии коршунов тюнев белые отдают много шашек и много забирают и легко выигрывают то есть после de7 снова выигрывал ход dc5 белые снова ошиблись сыграли ab2 черные играют ab4 белые напали bc3 ну и после хода b5 белые играют ef2 здесь черные снова ошиблись они сыграли cb6 и в итоге проиграли а правильно в этой позиции было играть ed6 ну еще здесь белым не так то просто сделать ничью смотрите то есть вот видите после хода cb6 напрашивающийся ход на самом деле даже я однажды проиграл точно также за черных вот эту позицию напрашивающийся ход но он проигрывает из-за неожиданной жертвы ed6 и весь спасение после fe5 у черных нет мы это рассмотрим чуть попозже а правильно в этой позиции играть ed6 ну и теперь у белых есть два варианта ну наиболее простая ничья сыграть fg5 приходится бить d на f4 побили на e7 черные заходят любки и белым надо ставить дамку именно на поле f8 на d8 нельзя черные бьют прорываться в дамке и белым надо подрывать пункт h6 и меняться и бить именно дамкой есть у черных еще большие шансы на выигрыш они продолжают давить игра от fg3 и белым надо меняться ef4 черные нападают с поля h4 на шашку белых и здесь парадоксальная ничья то есть проигрывает напрашивающийся ход нападение дамкой да после размена черные просто нападают с поля f6 и белым остается только сдаться тут безнадежное окончание а на самом деле после нападения здесь еще есть тяжелая ничья надо отдать шашку fg7 и напасть на шашку c7 теперь если черные отходят белые еще раз нападают ну и тут еще не просто защититься черные продолжают давление игра на g3 и затем на b8 ну понятно на d4 нельзя нападать просто черные закроются видите ход белых в итоге они здесь проигрывают то есть как бы они не пошли снова получаются проигранные окончания за белых но здесь еще есть ничья проще всего пойти на поле e3 ну и здесь видите бесполезно играть дамкой проще всего пойти шашкой fe5 белые тогда уходят на поле a6 и здесь есть два варианта если черная игра дамкой на поле a7 белых спасает комбинация можете поставить видео на паузу и попытаться ничью найти ничью за белых белая игра cb2 ну и куда бы черные не побили допустим на поле e3 тогда бьем до конца на c1 после всех разменов создается ничейное положение если же черная игра на поле d6 на c7 вообще проигрывает из этой комбинации тогда проводим уже несколько другую комбинацию тогда отдаем движка сперва нападаем надо отходить и вот здесь проводим комбинацию cb2 и снова нападаем сзади бьем две дамки ну и куда бы черные не пошли допустим на е1 занимаем большую дорогу и партия заканчивается ничьей такая непростая позиция которую полезно запомнить она довольно таки часто встречается в практической игре еще есть ничья после хода hg5 но здесь она вообще сумасшедшая чисто компьютерная покажу только ради прикола что называется белые жертвуют шашку и нападают ходом dc5 черные играют gf6 и здесь после всех разменов они остаются с лишней шашкой cd4 уже проигрывает надо играть только е до 4 ну и на ход cb6 играть de5 несмотря на лишнюю шашку видите силы черных разбросаны по флангам то есть центре у них шашек нет и за счет этого белые могут достичь сумасшедшие ничьей смотрите после hg7 белая игра cd4 и на dc7 de3 черная игра g6 и здесь проигрывают все ходы кроме одного хода который вообще никогда не придет в голову также можете поставить видео на паузу и попытаться найти ничью за белых если вы ее найдете новую просто гений здесь спасает только dc5 еще одна жертва и несмотря на то что белый без двух шашек без двух карл все черные победить не могут например cb6 белые играют de5 видите у черных нет темпа то есть если играть hg5 тогда после размена белые идут дамки черные тоже идут дамки ну после постановки черными дамки белые играют ef4 и грозят разменять сразу же две шашки черных если черные закрываются дамкой тогда белые все равно разменивают шашку h4 ну и здесь создается ничейная позиция черные здесь победить не могут тут даже есть ничего прикольная ловушка за белых смотрите цветной тем может соперника подловить после dc5 белая игра от ef6 ну допустим черная игра cd4 f7 ну допустим dc3 пошли d8 здесь как угодно можно отдать может так отдать можно так отдать как угодно ничья но если черные пойдут cb2 здесь уже у белых выигрыш друзья смотрите ставим дамку по большой дороге белые черные закрыл ставят дамку на поле a1 и вот здесь тоже можете поставить видео на паузу попытаться найти выигрыш за белых тоже довольно таки красиво выигрывает только ход fe5 ну видите дамкой наш 8 бесполезно было уходить черные бы пожертвовали hg5 и там выигрыша нет а вот здесь выигрыш то есть грозит ход дамкой наш 8 поэтому черным приходится играть hg5 тогда белые ловят дамку черных и здесь есть два варианта после хода gf4 все сходится как по нотам смотрите вплоть до последней шашки нападаем а b8 надо жертвовать hg3 и черные пытаются пройти в дамки белые жертвуют первый раз дамку черный играет а b4 и мы снова ведем вторую дамку черные снова жертвуют шашку и здесь на пожертвовать уже вторую дамку и видите 1 шашка белых побеждает как говорится один в поле воин так если в этой позиции черный играет а b4 за здесь выигрывает ход дамкой на е3 ну и после хода bc3 а лучшего нет бьем уже до конца ну и тут на ход cb2 просто зажимаем черных называется столбняк по большой дороге видите противостояние дамок если же черные жертвуют шашку и игра от а b2 тогда здесь уже распутие прием то есть на постановку дамки снова столбняк получился черным некуда ходить а на постановку дамки на c1 здесь уже белые дамку черных ловят вот такой техничный выигрыш но повторяюсь конечно это ничья обе ничьи довольно таки сложные партии же черные ошиблись сыграли cb6 повторяю я тоже так партии однажды ошибся этот ход уже как бы напрашивающийся но проигрывает и белая красиво жертвует шашку и играет fe5 черные играют hg5 лучшего нет и белый играет fg3 приходится меняться и бить вперед ну и белый играет gf4 ну и все может сдаться тут черным то есть на ход fe5 белые могли просто победить вот таким образом ну и все черным просто некуда прилично пойти надо сдаваться но белые почему-то побили в эту сторону партия еще продолжается белые провели комбинацию и черные играют bc5 здесь снова у белых был простой выигрыш то есть можно было разменяться таким образом ну и после хода bc3 просто нападаем надо жертвовать шашку и и пытаться пройти в дамке и снова жертвуем дамку с выигрышем тут снова простой выигрыш был белые зачем-то пошли на поле f6 черные отдали шашку и разменялись bc3 ну и в этой позиции черные сдались на самом деле здесь выигрыш не такой простой вот если не знаешь как тут выигрывать никогда не выигрыш мне кажется особенно любители понятно мастера выигрывают скорее всего но любителей нет то есть после хода е6 черные жертвуют шашку и прорываются в дамке бесполезно жертвовать дамку здесь черные успеют провести вторую шашку в дамке и партия закончится ничьей поэтому белым самим навести дамку черные ставят дамку на е1 ну и тут можно поставить дамку на b8 можно даже на d8 то есть видите черные вроде бы жертвует шашку и занимают большую дорогу думаю что ну все ничья самом деле здесь выигрыш белая жертвует шашку и уже видите зажимая дамку черных по косяку такой интересный прием тоже все немного приемов рассмотрим шашечных но в принципе можно так прошу прощения на b8 не надо так удалить то есть грозит hg5 на b8 стоять нельзя ну допустим белые уводят дамку на 1 когда черные играют hg5 и здесь уже надо черным не дать провести вторую шашку в дамке допустим cb8 gh4 ну и кажется что ничья как проводить шашку а3 в дамке то есть черные видите грозят провести шашку h4 при случае в дамке непонятно как выигрывать а на самом деле здесь простой выигрыш белые играют на h8 ну и тут есть два варианта либо защищаться по косяку черным либо по двойнику давайте рассмотрим оба если черные защищаются по косяку тогда играем на d4 ну видите на е1 уже нельзя из-за такого из-за такой ловли ну допустим белая черный играет на d2 тогда белые красиво отдают большую дорогу и видите черным некуда ходить то есть большую дорогу они не могут занять из-за так называемого трамплина и белые выиграют то есть и черным приходится уходить допустим по тройнику и белые свободно проводят третью шашку в дамке строят боевую позицию и выигрывают кто не знает как строить боевые позиции подсказку оставлю верхнем правом углу здесь легкий выигрыш а видите по косяку защищаться нельзя потому что здесь тоже стоит несложный ударчик можете сами самостоятельно попытаться найти его как здесь выигрывать белые отдают шашку но видите на срединные поля бить нельзя из-за так называемого трамплина белые жертвуют еще дамку и затем бьют шашку и дамку если же черные бьют до конца тогда здесь уже видите черным мешает собственная шашка и белые легко побеждают так рассмотрели по косяку то есть защищаться в этой позиции невозможно если же черные защищаются по двойнику тогда смотрите как побеждают белые ну допустим а b4 fg1 b5 пусть ему шли на 7 но здесь вообще простейший выигрыш ставим дамку на поле е5 и на любой ход вообще абсолютно любой куда бы черные не пошли просто жертвуем шашку а b6 ну и снова уже получается столбняк по двойнику то есть видите приходится жертвовать чашку допустим сюда просто зажали и выиграли вот такие интересные приемы удалось комбинации удалось найти в партии двух любителей я себя друзья сегодня просто ощутил каким-то шахтером который нашел настоящие алмазы в горе огранили их и вот уже в виде бриллиантов вам так сказать показал друзья если вам понравилось данное видео обязательно поддержите мое творчество ставьте лукаса подписывайтесь на канал задавайте вопросы не стесняйтесь отвечу на все вопросы до свидания и давайте воевать только на шахматной и шашечной досках